Полгода готовились и в итоге оказались не готовы. Мусорная реформа началась в Бейске в ноябре. И по большому счету для жильцов многоквартирных домов ничего не поменялось. В их распоряжении по-прежнему контейнеры и мусоропроводы. А вот бейчанам, которые живут в частном секторе, повезло меньше. Их лишили возможности пользоваться личными баками. Теперь выносить мешки с отходами положено раз в неделю. По закону региональный оператор должен приступить к своим обязанностям. Не позднее января будущего года. Однако в Бейске коммунальщики начали обкатывать новую систему заблаговременно. При этом не имея на руках утвержденных администрации схем маршрутов и не дав населению четких инструкций. Качество услуги оставляет желать лучшего. Так мы поперед батьки в петло пошли. То есть еще не отработали схему, еще не договорились до конца с жителями. Не объяснили до конца этим жителям, как нам сегодня работать с мусором. Уже начинаем взимать деньги с них. Администрация разрешила сбор денежных средств, не подготовив оператору маршруты сбора мусора. И при этом сегодня кто крайний? Администрация говорит оператор, оператор говорит администрация. Возникли у депутатов вопросы и по формированию тарифа заказаны региональным оператором услуги. Сумма одна, как для владельцев частных домов, так и для жителей многоэтажек. При этом условия оказания услуг абсолютно разные. У нас жители МГД получают за 36 рублей 12 копеек эту услугу в доступе круглосуточно. Жители частного сектора за эти же деньги получают эту услугу раз в день, в неделю на 10 минут, когда приезжает мусоровод. И то где-то там на соседней улице. За эти же деньги. По словам рекоператора, сейчас мусоровоз ездит по старым маршрутам. Ничего нового они не выдумывали. И коммунальщики даже готовы вывозить мусор из индивидуальных баков. Главное, чтобы они были установлены согласно букве закона. А что касается тарифа, то в Бийске он мог быть и меньше. В Бийской зоне всего находятся два полигона ГРОшных. И поэтому весь мусор должен вестись туда. За счет пробегов на частных, то есть населенных пунктов, деревень. За это у всех единый тариф. И получается город платит как бы за те пробеги. Да, за жителей, ну как бы, как сказать, районных, да, населенных пунктов, да, да, да. Больше часа длилась полемика народных избранников, городских чиновников и мусорщиков. Депутаты предложили рекоператору не брать денег с жителей. За оказанные услуги до тех пор, пока не выработается четкая схема взаимодействия. Однако согласие на это в зале не прозвучало. Зато пришли к общему мнению, что дорабатывать имеющиеся механизмы необходимо в срочном порядке и до Нового года закрыть все спорные вопросы.